здравствуйте это канал максимадзе и в принципе поскольку начало месяца то в принципе по идее должен выйти новый выпуск по модам на когда соседа но он выйдет завтра а сегодня у нас продолжение по собственно прохождением игр оригинальной франшизы когда соседа в честь ее двадцатилетия поскольку да давно мы уже не играли решила снять это сегодня и сегодняшняя игра вот мы наконец-то подобрались к ремастеру этой игры вышедшим в 2020 году neighbors back from hell мы в него и мы его проходили когда он только-только вышел я на него делал обзор показывал свое мнение говорил что ремастер дубовый почему мы я я вам напомню потом вообще я хотел для разнообразия поиграть на в эту игру на джойстике но почему-то геймпад у меня сам работает по почему-то в игре он работать отказался я не знаю с чем это вообще связано так что будем играть мышкой хотя мы играли кстати хотя мы кстати один раз играли на стриме в ноябре с бэкром хелл на джойстике и там и там все работало почему сейчас не работать я не знаю в общем давайте сделаем не одни настройки давайте сделаем сброс прохождение и собственно говоря начнем проходить наверное я также разделю прохождение на 5 серий потому что это будет иначе долго ну как и даже 6 серий было потому что было три уровня из первой части которые не попали в первую первую версию по какой по каким-то причинам но благодаря требованию фанатов их все-таки потом ставили я поэтому сделал бонусную серию где показал эти эпизоды ну собственно говоря по переводу у нас что здесь течки nordic кстати сделала компания тоже что и выпустила когда седа и козы седа 2 на android и там конечно мы кучу багов недоработок находили но тем не менее давайте посмотрим что в римастрере наш в римастрере наш короче тот же вступительный ролик что и в консольных консольной версии когда соседа собственно нас встречает но кстати можно было заметить что там да вот такой логотип игры очень красивый собственно говоря что там это вот вуди и сосед да и в принципе само помещение вот то что происходит на экране как бы свет свет который на экране увидим он отсвечивается прямо в них это очень классно вот прям мало респектом за то что такое сделали ну и короче как какое главное преимущество этого ремастера она заключается в том что здесь эта игра работает в 60 кадров в секунду соотношением сторон 16 на 9 у нас тут имеются текстуры высокого разрешения full hd и это реально очень прекрасно играть довольно таки приятно ну и собственно мы видим улицу как и в консольной версии это тоже очень классно но вот например носа но сами про но сами прохождение уровней по пакостям дамбо все делам они абсолютно аналогичные версии для пока а мы тут смотрели новый значок на аптечке эта дверь у нас закрывается короче выйти через него и в этой версии мы не можем но в консольной версии тоже через нее через этот выход нельзя выходить а в версии для компьютеров можно таким образом уровень у нас завершается последняя в этой игре к сожалению очень много недоработок неприятных последнее обновление этой игры было 8 декабря 2020 года и с тех пор больше обновлений не выходили хотя мне кажется стоило бы очень даже очень даже бы стоило я вот эту фиг я вот эту фигню перемещу сюда потому что чтобы камера не не загораживала жизни у нас да у нас в этом ремастере на всех уровнях в том числе и на уровнях из первой части 3 жизни и давайте я вам даже это продемонстрирую так теряется жизнь картинка кстати тоже меняется ладно поскольку мы тут уже пакости сделали видимо не так у нас засчитываются пакости и собственно к сожалению никаких анимации у них нету в отличие от когда седа 2 того же нервный срыв замечательно так вот так выглядит меню выбора уровней собственно говоря их тут их очень много тут все уровни из первой и второй части у нас тут имеются это очень обалденно только почему-то после завершения эпизода пропадает музыка меню чтобы вернуть надо назад нажать так вот у теле экрана тот же самый перевод что и версии от буки но про тексты мы поговорим еще и логотип плавно исчезает тоже прикольно так ночной уровень ну и что меня не очень порадовал это то что ночной уровень только один он всего лишь один в консольной версии было два здесь только этот один но там есть еще два уровня где есть закат и рассвет о боже какую какой ужасный унитаз стал у нас вот камера тут загораживает ну тут в общем счетчик злости как в консольной версии у нас выглядит но впрочем на самом деле ты никак консольные версии картинка просто из как из консольной версии а так он заполняется аналогично этому уровнем из когда до 1 есть еще кнопка которая переключает на камеру на соседа приближает причем есть кнопка управляющая масштабом можно его увеличивать и уменьшать соответственно короче монетки у нас вот здесь вот вот этот флажочек это собственно после вот этой вот пакости 4 в этом случае можно будет завершить уровень но мы будем проходить все пакости да вот только вот он что-то сразу не садится а сначала погундит почистить унитаз и уже потом только сядет как-то не об как он не обделался до сих пор да вот когда улыбающего сегодня мы тут и на на секунду пропадают жизни и время по моему тоже как-то не знаю зачем такое я не понимаю что-то кресло стало неустойчиво да анимированная иконка внизу это тоже все прекрасно да счетчик злости у нас можно сказать на 3 на трешке ток но мы тем не менее но у нас в любом случае нервный сырый сюрприз к дню рождения дальше у нас идет давайте я вам продемонстрирую потерю всех тел жизни пора бы это сделать рандомные заниматься у нас посмотрим как будет картинка меняться у нас пока будем мигается с этого не видит собственно что-то здесь опять то же самое но так они рандомные все анимации могут быть вот куда такая вот картина ладно давайте все-таки пройдем уровень по нормальному версия такая кстати вышла на его звук холл на еще этом ниндендо свитч xbox one playstation 4 но еще через некоторое время там через год или около того вы она вышла еще и на мобильных устройствах тоже версию для мобилок и делал и обзор и там в этом недоделок было еще больше чем версии для компьютеров не знаю что там по консоли я не играл в консольные версии не просто кроме хелл да даже на нинтендо свитч есть эта игра обычно мы кстати привыкли к тому что нинтендо свитч она из нынешних консолей наверно вообще самая слабая то можно было предположить что там эта игра выглядит хуже чем на других консолях но я думаю нет но вроде бы это не так потому что эта игра эта игра хоть и имеет full hd 60 fps но здесь это тем не менее не не сильно требовательная игра у меня в деревне стал слабый компьютер и он да и даже он тянет на его звук рум хелл вполне нормально водка вот кстати говоря в ноябре ой ноябре да точно 2021 года вышел похожая история случилась с gta вышли три вот реально схожая ситуация получилась как сны как сказали соседа дверь открывается кстати после завершения пакости которая разрешает покинуть уровень вот так вот собственно говоря вышел gta trilogy definitive edition которую мы с вами вот недавно закончили проходить до конца целых два года проходили почти ремастер gta 3 gta вайсити gta san andreas и собственно говоря у них ключевая фишка тоже та же самая улучшение графона 60 кадров в секунду и кстати то и кстати тоже много недоработок в первой версии было ну реально прям схожая ситуация с когда соседа прям вот реально очень похожие некоторые подписчики даже тогда это заметили тоже яблочный пирог дальше у нас но много но ремастеры по gta они более требовательные чем когда соседы естественно и вот они выходили на тех же платформах кстати и на нинтендо свитч в том числе пух успел если говорить там мне принципе ремастеры gta понравились но если говорить о ремастерах на нинтендо свитч то там полный фейл просто крах вообще игра сама по себе с 1 стала самой просто побила рекорд на метакритике поскак самая низко оцененная игра в принципе на это были причины что там связи с этим мастером удалили с оригинальные игры правда после этого скандала не свернули то что за начали банить им моды на оригинальные игры эти gta кстати тоже не знаю не знаю нафига надо было удалять игры очень много недоделок действительно тоже повлияли на оценку очень много багов те портреты рисовать по ходу ну и многим людям графика даже в том числе не не понравилось мне графика понравилась неплохая хотя тоже в ней не хотя в ней тоже конечно недостатки были но тем не менее ремастер мне понравился играть у него было вполне приятно но они доработки со временем исправлялись но вот продолжим тему а nintendo switch там если и говорить именно о версии для nintendo switch что я с низким рейтингом могу даже согласиться потому что nintendo switch слабая консоли там никаких full hd там нету там 720p максимум по моему только еда и в портативном режиме там по моему даже еще ниже разрешения то есть там было видно что мыльцо для глаза не очень приятно это было ну и никаких шестидесяти никаких 60 fps там не было и быть не может только 30 максимум 30 fps да и то даже 30 fps они не выдерживают причем даже не из-за графики а скорее из-за подгрузки ресурсов да кстати вот нейберс бэк ромка вот такая вот не игра появилась где нужно нужный предмет вот так вот в ряд три штуки поставить консольных версиях была игра где надо где рандомный портрет нужно было три в ряд сосед сюда не подойдет поэтому мы не можем тут поставить ну забыл я там или посмотреть то есть там короче из-за подгрузки ресурсов вот там если где-то в помещении где-то бегаю что там принципе все норм но вот и на улице тоже в принципе ну стоит тебе сесть машину вдавить педали газа и едя по городу все тут же начинаются проблемы начинает лаги начинает подлагивать снижаться fps проблема на самом деле этих игр в том что их делали не для свеча nintendo switch не заточена под них ну и конечно ну и цена конечно тоже кур тоже кусается тоже повлияло на оценку 4 с хреном тысячи рублей это ну вообще не стоит я вообще сначала когда она появилась думал может может даже и может и куплю даже не вот так хочется поиграть но когда но на следующий же день после ее выхода и и все-таки умудрились взломать я скачал и я и я скачал и играл в пиратскую версию и блин какое счастье что я ее не купил это была бы ошибочная обкупка которую не стоило совершать ремастер мне понравился но таких денег он точно не стоит мне лёха как-то потом даже скинул скриншот что как в каком-то магазине и пау повысили ее цену до 6000 рублей интересно кто-нибудь купил ее за такую цену интерес короче поэтому репостеры по gta 3 стали самым-самым вообще провалом громко кстати они должны еще выйти вроде как на мобильные устройства говорили что где-то во втором квартале прошлого года должны выйти но что-то они откладывают и откладывают ее до сих пор но одно но о том что ее отменят пока ничего не говорится хотя мне кажется раз уж что они так не выпускают стоило бы вполне отменить ну и тем более игра так провалилась grow street games кстати разработала эти ремастеры и там это grow street games уже прославилась тем что она выпустила порт порт играть порты гташек на мобильные устройства и собственно говоря что там тоже криви было кривизны и багов немало и поэтому фанаты настроились на худшие и не и ведь не прогадали так оно и оказалось прикольно книжную полку поставили тут как консольной версии вот только мы уже здесь видим недоработку книга вот эта красная остается здесь даже несмотря на то что он ее читает у него две таких книги что ли короче то это не это неприятное зрелище и такой шкафчик из консольной версии тоже у нас здесь имеется шарики для ванны у нас теперь не желтая фиолетовые пурпурные даже отлично ванна набирается у него пора начинать начнем прям с ванны пакостить почему бы нет чтобы сильно времени не тратить ну ладно хватит ладно в общем ходит прогота давайте прогадать соседа действительно действительно похожая ситуация получилась но в отличие от ремастеров на gta на и брус в кром хел так засран не был блин я забыл наполнить бутылку в эти заново я бутылку забыл набрать все недостатки этого ремастера я делал в что в первом обзоре на обычную версию для компьютеров вот это когда она выходила и собственно и когда выходила версия на android тоже можете поможете посмотреть найти до сих пор помню как я назвал ремастер я назвал его дубовом это мини игрой можно управлять даже мышкой хотя мышкой а вот еще такие вот проблемы с курсором у нас имеются не очень приятные так ладно теперь пора начинать точно давайте отсюда ну листайся листая 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 сиева отлично теперь все готово анимация с водой тоже выглядит очень прикольно мне нравится даже очень микроволновку надо было яйцо сразу положить чтобы конфеты придется потом использовать так воду вот эту вот здесь течки нордик выпустила немного корявоватый порт первых двух частей когда соседа на android тоже с недоделками со всякими короче ну реально очень много общего ри очень много общего вот сгита у усыку когда соседа в этом случае у нас вышло вот прям очень много но отличие одно в том что ремастеры по гта получили такую очень низкую оценку а когда соседа нет вот видите опять красный книг но это почему это не хотят исправить а неужели это так сложно консольные версии таких недоделок нету если че самый смешной баг в када соседа 2 на андроиде это был на уровне соседа за борт где короче сосед начинает идти в туалет ну там пока срабатывает там когда она выходит пропадает сосед а когда ольга начинает бить соседа по и по исчезает туалет это неприкольно вообще ванна какая-то маленькая у него кстати мне кажется учитывая то какой сосед у нас пузатый большой влезать ли он в нее народно но судя по всему влезает давай ешь конфеты быстрее фиолетовые пурпурные точнее пурпурные конфеты и а и и и и и и ну жож мы прошли все уровни из первого сезона всю и всю первую страничку собственно можно сказать тоже поэтому я не буду проходить все уровни из первой части за одну серию потому что здесь графика лучше и соответственно монтировать будет немного сложнее обрабатываться будет дольше и место будет занимать больше поэтому мы также на несколько серий разделим прохождение постараюсь их упускать может чаще но на сегодня все с вас подписываться на сапичные видосы подписывайтесь на стримовский канал на влоговый канал вступайте вконтакте и всем пока и